Добрый день дорогие друзья! Хочу сегодня вам представить запись разговора, который у меня состоялся с Людмилой Евгеньевной Новосельцевой. Это учитель математики вот той самой Таловской школы в Бурятии, которая опубликовала видеозапись обращения к президенту по вопросу о оплате труда в сельских школах в частности, потому что вот ну как бы в их случае там произошел удивительный факт, что при всей той инфляции, которую мы наблюдаем уже на протяжении многих лет, вот за последние, скажем так, три года зарплата учителей не просто не выросла, она сократилась. И вот это стало основанием для обращения к президенту и я позвонил просто Людмиле Евгеньевне для того, чтобы уточнить кое-какие детали и понять вообще ситуацию, что называется, поглубже. Предлагаю вашему вниманию этот разговор. Добрый день Людмила Евгеньевна, у меня вопрос какой, вот если можно чуть-чуть о вашей ситуации, не сколько о том, какая у вас там именно конкретно сейчас пока в деньгах, сколько о том, что у вас за школа вообще, где вы проживаете и чему вы учите, то есть немножко такой контекст. Школа у нас сельская, это Бурятия, Прибайкальский район, поселок городского типа Таловка. Школа у нас общеобразовательная, работаю я уже 30 лет учителем, преподаю математику. Вы работаете там всю жизнь, да, по сути? Нет, здесь, конечно, я не всю жизнь работаю, я начинала свою работу на Ямале, полуостров Ямал, я там работала три года, потом я вышла замуж, уехала в теплые края на Кубань, но из-за по определенным семейным обстоятельствам я приехала сюда на родину. Родина-то моя здесь, я родила здесь, вот, но выросла я на Ямале. Вот, и теперь вот я здесь работаю с 2002 года. То есть уже практически 20 лет, да, на одном месте? Да. Что за школа? Это сельская школа? Это сельская школа, общеобразовательная, средняя общеобразовательная школа. А сколько детей у вас учатся? 400 детей обучается у нас в школе. Не маленькая школа, на самом деле, да? Ну, она рассчитана на 800 учащихся, но поскольку тоже вот как любые деревни, видимо, у нас наш поселок потихоньку вымирает, и поэтому много уезжают, потому что работы для мужчин у нас нету, у нас развалился здесь завод, многие семьи уезжают и, в общем, детей остается все меньше и меньше с каждым годом. Что за предприятие было у вас там? Города, ну... ЖБИ, ЖБК, завод железобетонных конструкций, это еще при БАМе все это, когда БАМ начинался, вот, завод функционировал в три смены, но потом, когда перестройка это прошла, стали меняться, завод приватизировали, стали меняться директора, ну, в общем, потихоньку его растащили, и теперь уже совершенно, как бы, ну, завод, в общем, все остановился, предприятие больше, больше здесь предприятий нет, вот остались детские сады, школы, и... Какие-то, ну, то есть, фактически, вот, работы, по сути дела, что называется, перспективы, не рисуются, да? Абсолютно. Понятно. А вот те дети, которых у вас 400 человек, это только ваше село или это еще подвоз какой-то существует? Есть подвоз тут у нас, потому что вот рядом деревня, есть у нас рядом деревни, в которых школ нету, или, допустим, только начальная школа, вот, и поэтому вот к нам с четырех деревень еще детей привозят, но их не так много, как бы, этих детей, вот, ну, вот, возят. А школа у вас одна на вашу территорию, да, то есть на ваше село и, соответственно, на вашу... Да, 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 да. А учителей сколько работает сейчас? А учителей у нас работает, сейчас скажу, 29. 29, это то есть, ну, вот, я так смотрю по меркам примерно среднегородских таких школ, да, у нас, ну, скажем, примерно 10% от численности учащихся это учителя, то есть у вас получается, если вот примерить на наши, ну, не норматива, а вот на нашу практику, получается, что у вас учителя как минимум вдвое меньше, то есть это означает, видимо, да, что у вас довольно большая доля совмещений, и, соответственно, вы, наверное, ведете... Ну, понятно, что вы ведете всю математику, какая есть только, да, во всех параллелях, а другие учителя, наверное, много совмещают, да? Нет, у нас три математика в школе, всего 20 часов у меня, да, но есть учителя, которые совмещают у нас. Вот у нас учитель физики, она нам преподает, еще рисование ведет. Ну, это такая, что называется, безобидная история, хуже было бы, если бы учитель рисования вел физику. Ну, конечно, да. Понятно. Но в целом у вас, какие нагрузки у учителей на данный момент? У вас 20, это понятно, это не очень большая нагрузка. Да, вот это 20. Биолог у нас 17 часов, химик 11 часов. Как бы вот у нас... Потому что, получается, классов мало и часов мало, да? Да, да, да. Вот, но вот единственное, что вот у нас русский язык, у нас получается практически два учителя русского языка. Вот, Завуч тоже ведет литературу, но она берет немного часов. А одна учительница ушла в декретный. Вот двое вот разделили, у них, конечно, там по 35 часов получается. То есть у вас учителей, которые совмещают или большую нагрузку имеют, это, в общем, не очень много, да? То есть у вас такая почти нормативная нагрузка. Да, да, да. И что приключилось? Что привело вот к тому, что вы записали это видеообращение? То есть что причиной является? Причиной является то, что у нас с 1 января 2021 года у нас наш президент ЦДН Алексей Самбуевич, он подписал указ о каком-то корректирующем коэффициенте, который якобы предусматривал увеличение заработной платы. Вот, ну, как бы мы с 1 января, да. Вот я, например, почувствовала с 1 января повышение заработной платы, единственное в школе. Вот, другие учителя, ну, у них повысилось на 400 рублей. После этого мы, конечно, стали задавать вопросы нашим экономистам, почему так происходит. На что они нам ответили? Что ваша заработная плата увеличилась за счет стимулирующего фонда оплаты труда. Но мы как-то стали, как бы, почему за счет стимулирующей должна увеличиваться наша заработная плата. Вот. На что нам еще ответили, что с 1 сентября вы вообще в зарплате потеряете очень много. Ну, и вот действительно произошло так, что у нас с 1 сентября вот этого года мы потеряли в зарплате этот корректирующий коэффициент, он почему-то сработал против нас. У нас вот, если раньше за категорию за первую доплачивали, как бы, вот 20%, то с 1 сентября почему-то он стал 10%. Высшая категория была 40%, стала она 20%. Звание там уменьшилось, я не помню, сколько было, но, в общем, тоже все в два раза почему-то уменьшилось. Ученика-час в два раза упал. Ну, что за категория такая ученика-час вообще, ну, как бы, часы обычно считаются, ну, по крайней мере, в городских, вот, в Петербурге, просто проведенные часы, то есть человека-часы тут никто не считает, насколько я понимаю. То есть мы про зарплату говорим. Я не знаю, может, человека-часы считают в бухгалтерии, а чего-нибудь там. Нет, у нас вот новая оплата труда, она у нас пошла с 2007 года. Вот мы перешли на эту оплату труда. Это было, это как стартовая, как это было, господи, эксперимент какой-то вроде бы пытались вести в нескольких округах, видимо, но в том числе и наша Бурятия. Когда у нас на тот момент у нас президентом был Наговицын, он, значит, предложил, а наш местный хурал, он это все дело поддержал. Вот, но как бы тогда, когда только начиналось ученика-час, то есть там рассчитывается стоимость одного ученика, вот, вот один ученик у нас стоит 5 рублей, понимаете? То есть вот если 20 человек, это вот 100 рублей я получаю за один час, вот как бы за один урок, вот за этих ребятишек, вот. Но в одно время как-то стало немножко у нас оно там увеличиваться, как-то там повышали нам зарплату, как-то все. В 2018 году у нас ученика-час стоил 9 рублей 50 копеек. И после этого как-то все стало так куда-то сходить, сходить с 2019 года, все стало меньше, меньше. Мы стали бить тревогу уже тогда, что почему так, ведь не должно же уменьшаться. Вот, мы подали заявление в прокуратуру, написали. Прокуратура выявила эти нарушения, постимулирующие по ученика-час. Но в итоге ничего так мы дальше не добились, все это остановилось. Мы получили ответ, что да, нарушение действительно есть. И на этом все закончилось. И в итоге в этом году мы вообще пришли, что у нас ученика-час, вот он в два раза упал. И все коэффициенты у нас понизили в два раза. В общем, ну и зарплаты, естественно, вот это в два раза у нас упали. Если раньше можно было, допустим, даже если бы я вела, допустим, вот 30 часов, она и ощущала, что зарплата какая-то. Даже при 20 часах она, как бы, ну, для сельской местности это было бы нормально. Ну, а сейчас-то, ну, это вообще уже никуда не годится. А если перевести, вот, ну, если бы не секрет, ну, в реальной, как бы уже выплаченной, да, вот вам по криточку денежки. Это в каких объемах сейчас, вот в вашем конкретном случае? Ну, в моем конкретном случае у меня начисление зарплаты идет 22 тысячи, там, с копейками. Не помню, просто хвостик, он у меня лежит там, на это, на работе. Но минус подоходный, вот она моя зарплата. Хотя раньше я получала за 30 зарплат. Где-то в районе 18 тысяч рублей, да? Да, да, да. Учитывая, что вот если брать вот как предмет математики, он у нас, он и считается самый сложный предмет, там, и коэффициенты более высокие, чем другие предметы, такие как география, допустим, там, биология, вот там, коэффициент низенький. Зарплата-то совсем никакая. Я понял. А скажите, пожалуйста, то есть вот примерно вот это соотношение там, ну, меньше тысячи рублей за, ну, грубо говоря, час. То есть, ну, я в категории не ребенка часы, а за учебные часы. Вот она у всех примерно такая, у учителей. То есть, у вас категория же, наверное, еще, у вас высшая категория? Первая категория. Первая, да? То есть, это средняя, на самом деле, ну, то есть, средняя величина. А, ну, хорошо, у коллег остальных примерно похожая картина, да? Такая же еще даже есть и хуже картина. Вот если в классе мало учеников, вот начальная школа, вот учитель начальных классов, у нее 15 учеников, у нее и зарплата. 12 тысяч, ну, это куда годится? То есть, вот эта вот реальная история про человека, про учеников, которые, за которыми пришли деньги, она обернулась вот этой вот историей, вам лично. Ну, я имею в виду учителям, да? А что вообще с, хорошо, зарплаты зарплатами, а вот, ну, скажем так, обеспечение школы, связанное с обслуживанием здания, там, не знаю, все, что касается техники, все, что касается учебников. То есть, хозяйственные вот эти вопросы, они как решаются? Ну, учебниками, как бы у нас дети все обеспечены учебниками. Вот одно время, конечно, было, что у нас собирали деньги на учебники у детей. Там я не помню, по какой, по сколько сдавали дети. Ну, сейчас, вроде, этот вопрос разрешился, и государство, как бы, нас обеспечивает. Вот, у нас в каждом кабинете стоит компьютер. Ну, компьютеры старые, пристарые, они 2006 года, эти компьютеры. Но, тем не менее, мы работаем, как бы, стараемся, там, учителя, за свой счет их ремонтируем. Вот, за свой счет кабинеты ремонтируем. Ну, все делаем за свой счет, вот, как бы. Ну, хозяйственных расходов вам не компенсируют, по сути дела, в школе? Нет. Когда последний ремонт вообще в школе был? Ну, мы каждый год ремонтируем, со школой в этом году. За свой счет, да. За свой счет, да. А последний раз ремонт был, так, это не в это, в прошлое лето, это какой, получается, 2020 год, у нас перекрывали крышу. Но крышу перекрыли, но ничего почему-то не поменялось, она как бежала, так и бежит. Вот, это вот, как бы, такой вот крупный ремонт. А все остальное дело... А до этого, вот, до крыши давно делали ремонтирование школы? Ой, так она изначально не ремонтируется, вот, как ее сдали, в каком году-то ее сдали? В 60-м? В 60-м, если бам, то в 60-м, да. Да, где-то в этом, вот, в этот, ну, 57-й, 59-й, может быть, и вот 60-й, я вот точно не помню, как бы сдали это здание, и все. Да. Понятно. Я понял. А есть какая-то реакция, вот, вы опубликовали, прошло уже время, некоторые там, два дня, как минимум, что-то уже вам приходило, какие-то сведения по результатам вашего обращения? Нет, никаких сведений не было, никто не звонил, никто, единственное, что вот учителя наши тоже здесь вот по республике ролик этот видели, поддерживают, пишут, что вроде молодцы, что давайте идти дальше, давайте поднимать народ. И я говорю, ну, так давайте, мы же не против, чтобы нам всем подняться и как-то разрешить этот вопрос, эту проблему. На самом деле, довольно отчаянный шаг, вот, вы, как бы, не опасаетесь какого-то там негатива со стороны администрации района, ну, директора школы, понятно, там могут прописаться. Нет, она, конечно, будет, мы уже ждем завтра, наверное, у нас будет планерка, я так понимаю, что будет у нас разбор полетов, потому что, я говорю, мы обращались, когда в прокуратуру, конечно, директор на нас сильно кричал, но на что нам сказали, это ваше право, вы хотите, если добиться, как бы, это самое, но я этого не боюсь. Ну, вы так были на записи не одна, то есть, я так понимаю, что вас поддерживают коллектив, да, коллеги, это ваши коллеги со школы, да? Да, со школы. Вот вы говорите, вам отзывы идут от коллекции региона, у них похожая история, да? Похожая, да, похожая история, похожая история. У нас мы в местные СМИ, мы отправляли тоже, писали ролик, но там и с нашего района, и с других районов учителя также, вот, мы обращались к нашему ЦДНову Алексею Самбуевичу, это показали ролик в новостях, вот, но пока никаких реакций, ничего этого, ну, не было, как бы, пока тишина. То есть, после вашего предыдущего обращения в прокуратуру тоже все тишина, как бы, гробовая? Ну, тишина, абсолютно тишина. То есть, даже мне вообще ничего не сказали, то есть, не отреагировали, просто проигнорировали? Они нам ответ дали, что да, нарушение действительно есть, но дальше дело не пошло. То есть, это прокуратура дала вам такое? Да, 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 местная наша, нашего района прокуратура, мы в местную прокуратуру писали, вот, проверки они провели, конечно, нам, нас гнобили, как сказать, вот, и со стороны администрации гнобление было, и со стороны директора. Ну, как бы, мы выстояли, я говорю, мы имеем полное право знать, куда деваются наши деньги, почему они стимулирующие, почему у нас падает зарплата, разъяснений никаких нет. Я говорю, раз нам вы не разъясняете, я директору сказала, значит, будем обращаться, искать другие пути для того, чтобы нам объяснили, почему так происходит. И после этого все тишина, все равно никто ничего не объясняет. И все равно тишина, вот уже в марте будет как два года, что тишина, вот и тишина, и тишина. Ну, в общем, что я могу сказать, это, конечно, можно только развести руками, что называется, потому что вообще беспредел абсолютный. Как я понимаю, основная проблема все-таки, это действительно вот эта вот абсолютно неработающая модель вот этой так называемой новой системы оплаты труда. Совершенно верно. Передать его депутатам Государственной Думы. Потому что понятно, что одно дело в публичном поле, эту историю как-то там обсуждать и буссировать. Но с другой стороны, надо это решать, конечно, на уровне уже законодательном. Вот, и поэтому давайте будем на связи. Я обязательно, что называется, вас буду держать в курсе, что происходит и как вообще реагируют, на каких уровнях. Вот, и в Комитет Государственной Думы по образованию, по просвещению я, это лично я, Аня Лантратова и зампредседателя, я эту информацию обязательно передам. Вот прям весь наш с вами разговор. И пусть они этот вопрос у себя, наверное, на Комитете как минимум начнут обсуждать. Вот. Ну и плюс, соответственно, давайте попробуем все-таки в публичном поле тоже пораспространять эту информацию. Если у вас будут какие-то новости, вы, пожалуйста, не стесняйтесь мне там. Пишите, звоните, будем, что называется, контролировать, чтобы эту историю не, с одной стороны, не замели под какой-то там коврик, да. Вот. А с другой стороны, чтобы у вас там не сильно, что называется, имели возможность прессовать. Хотя я понимаю, конечно, что вам все равно так или иначе достанется сейчас от всяких разных там местных чиновников. Но товарищам чиновникам надо просто одно сказать, что, уважаемые друзья, мы вас понимаем, что у вас все сложно, да, что у вас в отсутствии денег, вы ничего, так сказать, разводите руками только, да. Но это не значит, что вам не нужно требовать от федеральной власти изменения ситуации. Вот. Поэтому давайте будем с двух сторон, что называется, пытаться порешать этот вопрос. А вы держите, пожалуйста, меня в курсе, что у вас будет. Спасибо вам за этот разговор. И держитесь, и коллегам большое, что называется, большое уважение. И могу только, что называется, за вас порадоваться, что у вас есть силы на то, чтобы бороться. Вы большие молодцы. Спасибо вам. Спасибо вам. Давайте выйдем на связи. Спасибо. Хорошо. Ну что сказать, подводя итог, можно только констатировать, что так называемое единое образовательное пространство, о котором говорят с высоких трибун, в нашей стране не существует. То есть, как мы видим, в регионах очень по-разному, как минимум, устроена организация системы образования. Очень по-разному она финансируется. И на самом деле, вот там, где существуют проблемы с экономикой, там, где существуют проблемы с наличием просто денег в бюджете региона, ну, умирают. Умирают не просто школы, умирают вслед за ними и населенные пункты. И здесь, конечно, вопрос решается, наверное, должен решаться все-таки не только с уровня Министерства просвещения, хотя это его прямая обязанность избавить людей вот от этой унизительной ситуации с зарплатой в 12 тысяч рублей учителя начальной школы за полноценную нагрузку. И лишь только потому, что он ведет, у него в классе не полный класс, а там, значит, 15 человек детей. То есть, в принципе, вот эта сама идея по поводу того, что деньги нужно рассчитывать исходя из числа детей в классе, это бредовая идея, абсолютно идиотическая, порожденная, наверное, воспаленным сознанием тех людей, которые просто не понимают, чем занят учитель. То есть, какие-то бухгалтера придумали вот эту вот историю, и она повсеместно в большом количестве регионов внедрена. Ее надо, конечно, просто ликвидировать, вот эту позорную страницу закрывать. Нужно возвращать ситуацию с единой тарифной сеткой. Учитель должен получать за свою зарплату примерно одинаковые деньги во всех регионах страны. С этого, как минимум, надо начинать, и, соответственно, ну, а дальше, в общем, нужно, конечно, это все привязывать к реальной экономической ситуации, восстанавливать, на самом деле, регионы, и смотреть и думать, как наполнить жизнью вот такие вот села, деревни, малые города, которые просто закрываются и умирают по причине того, что там закрылся завод. То есть, это мы, к сожалению, сегодня наблюдаем вот на примере конкретной Бурятии. Ну, надеюсь, что все-таки у нас есть шанс на развитие страны в экономическом плане, а вслед за этим, а может быть, наоборот, поставив целью развития образования, мы сможем начать развивать и территорию. Там, где возрождается школа, там начинается жизнь. Так что я вот призываю всех чиновников и всех законодателей, да, и в том числе и руководителей отрасли, к тому, чтобы именно из этой концепции исходить. Давайте восстанавливать школы, давайте насыщать ее учителями, давайте восстанавливать справедливые зарплаты, и тогда, я думаю, что экономика начнет потихонечку, то есть, драйвером развития экономики может стать в том числе и система образования. И тогда будем задумываться о том, а куда мы, для чего мы готовим детей. До встречи, будем за это биться. Всего доброго.